МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Майя Удмуртия новости. В студии Марина Баль. Смотрите выпуски. Как ремонты начались? Как работает региональный фонд капитального ремонта? И сколько домов в этом году приведут в порядок? Последние звонки перенесли, когда дни трезвости и когда первый ЕГЭ. Как районы готовятся к школьным экзаменам? Новый туристический маршрут духовный. Кого ждут и что покажут гостям в мужском монастыре в Поздерах? И сдавали ГТО. Школьники тестировали нормативы и считали баллы. Кто заслужит золотой значок? Сегодня Александр Соловьев находится с рабочей поездкой в Москве. Там запланирована встреча с руководством Россельхозбанка. Тема – инвестиции. В 2014 году банк предоставил сельхозтоваропроизводителям республики 166 инвестиционных кредитов для приобретения техники, строительства ферм на общую сумму 329 миллионов рублей. Инвестиции и торгово-экономическое сотрудничество – цель визита главы Удмуртии в Китай. Пресс-служба главы республики сегодня сообщила. Александр Соловьев возглавит экономическую миссию республики в КНР. В прошлом году Удмуртия подписала соглашение с одной из китайских провинций о сотрудничестве в программе посещения крупнейшей международной выставки «Знакомство с промышленными предприятиями Китая». В Удмуртии фонд капитального ремонта жилья приступил к реализации своей краткосрочной программы в титульном списке более 200 домов, где в этом году обновят лифты, отремонтируют фасады или заменят внутридомовые сети. Фонд начал собирать средства только два месяца назад, но за это короткое время смог найти деньги и провести конкурсы на ремонт 30 домов. На одном из работ уже завершаются. Гагарина, 28. Этому дому более полувека. Когда здесь был капремонт, не помню даже сторожилы. За это время обветшало все, но особенно крыша. Нуждаются полностью, потому что тек весь второй этаж и даже во время дождей люди ставили тазики. Худая крыша – это угроза для всей конструкции здания, поэтому именно с кровли начали ремонт. Дом вошел в первый титульный список новой региональной программы по капитальному ремонту жилья. Работа здесь уже подходит к завершению. Срок гарантии – 10 лет. То есть 10 лет по условиям конкурса, по которому мы были признаны победителями, у нас в контракте отражено срок гарантии 10 лет. Срок эксплуатации – лет 50. Подрядчика выбирал республиканский фонд капремонт. Он специально был создан для организации капитальных ремонтов в многоквартирных домах. В полную силу фонд начал работать с февраля, когда плата за капитальный ремонт стала обязательной. Где копить деньги, жильцы решали сами. Фонд выбрали более половины. А это почти 5000 домов. Очередность ремонтов расписана в долгосрочной программе. Каждый год она уточняется. Мы в 2015 году по краткосрочной программе, которая определена правительством Удмуртской республики от 5 мая 2015 года, вот только что она утверждена, практически недавно, мы обязаны сделать капитальный ремонт в 200 двух домах, находящихся на территории Удмуртской республики. Сейчас идут конкурсы. По 32 домам подрядчики уже определены. И там начинаются работы. А в 28 дом на Гагарине рабочие еще вернутся. В предстоящие 5 лет, согласно плану, здесь еще заменят коммуникации, сделают отмостку и утеплят фасад. Оксана Федикова, Андрей Бусыгин, телеканал «Майя Удмуртия». Удмуртия достойно отметила День Победы. Такую оценку дал глава региона всем памятным мероприятиям, которые прошли на территории республики 9 мая. В них приняли участие более 120 тысяч человек. И во всех городах и райцентрах в День Победы горели огни памяти. Подготовить такие мемориалы к майским торжествам Александр Соловьев просил лично всех руководителей территорий. Я благодарен всем главам муниципальных образований районов и городов, что действительно откликнулись на эту просьбу. Во-вторых, ведь вы представляете, как приятно прийти участнику тыла, участнику Великой Отечественной войны, подойти к вечному огню, выложить туда цветы. Я думаю, что это у нас должно прижиться и быть на все оставшееся время. К 70-летию Победы стало больше и мемориалов «Вечный огонь». К тем, что имелись в Ижевске и Малой Пурге, добавились вечные огни в Воткинске, в поселке Игра и в селе Перевозное. Там они теперь будут гореть непрерывно. Удмуртия в годы войны дала стране 110 Героев Советского Союза. К 70-й годовщине Юбилея Победы в республике устанавливают памятники воинам-героям. Весь поселок Ува теперь знает имя Героя Советского Союза Сергея Феонина. С просьбой установить памятник к районным властям обратились родные фронтовика. Елена Лебедева продолжит. Товарищ Феонин прямой наводкой подавил пять огневых точек и рассеял до роты пехоты противника, что дало возможность нашим подразделениям овладеть деревней Абалонией. Это выдержка из наградного листа командира артиллерийского орудия сержанта Феонина. За героические подвиги в октябре 43-го уроженцу деревни Петропавлова у Винского района присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня этот исторический документ сотрудники администрации передают в домашний архив племянницы фронтовика. Зинаида Носкова в течение всей жизни собирает информацию и по крупицам восстанавливает боевой путь дяди. Газеты все эти я сохранила для нашего подрастающего поколения. Пусть меня когда-то не будет, пусть читают, знают, какие люди воевали. Имя Героя теперь точно знает весь поселок. Это заслуга племянницы фронтовика. Зинаида Игнатьевна еще в прошлом году обратилась к районным властям с просьбой установить в УВЕ памятник сержанту Феонину. И вот он занял свое место в Аллее Героев на воинском мемориале. Заслужил я этого на фронте. Ему присвоили звание Героя. Я так считаю, что я все говорю. У нас ведь не тысячи героев в районе-то. Двум героям поставили. А почему этому нет? Почему не заслужил он что ли? Он ведь заслужил, отвоевал, столько ранений получил и умер от ран. В годы войны из Увинского района на фронт ушли больше 8 тысяч человек. Район дал стране двух героев Советского Союза. К 70-й годовщине юбилея Победы здесь провели масштабную работу по реконструкции мемориала. Заменены мемориальные плиты. Полторы тысячи фамилий были выгравированы снова на гранитном камне. В планах еще обновить мемориальные плиты с именами без вести пропавших фронтовиков. А племянница Героя Советского Союза Зинаида Игнатьевна уже решила у памятника сделать цветник. Елена Лебедева, Андрей Бусыгин, телеканал Майя Удмуртия. Сотрудники ГИБДД в преддверии выходных обращаются с просьбой ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными. Сегодня днем в Викшурбоди КамАЗ сбил велосипедиста. ДТП случилось на крайне загруженной автодороге Елабуга-Перьм, которая проходит через село. От полученных травм молодой мужчина скончался. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Жители Удмуртии стали реже брать кредиты. Удмуртстат опубликовал данные обследования бюджетов домашних хозяйств. Только каждое седьмое в этом году решилось на займ. В прошлом году каждая пятая семья брала деньги у банка. В первом квартале 2015-го население выдано кредитов на 11 миллиардов рублей. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Ипотечных кредитов выдано почти на 30% меньше. А средняя ставка выросла с 11 до 14,5% годовых. На начало апреля 2015-го года задолженность населения перед банками составила более 108 миллиардов рублей. Если разделить ее на всех, то получится, что каждый из нас задолжал банкам больше 71 тысячи рублей. 22 и 23 мая в Удмуртии дни трезвости. Причина – последние звонки. Прощание со школой в этом году пройдет не 25 мая, как это бывало раньше. 25 мая у выпускников уже первый ЕГЭ. С прошлого года закон позволяет регулировать дни, когда продажа алкоголя запрещена. Внесены изменения в данную трактовку и формулировка была предложена следующая. Ограничить продажу алкогольной продукции в день проведения последних звонков. А учитывая, так как эта дата назначается администрацией муниципального образования, то, соответственно, в городе Ижевске ограничение по продаже алкогольной продукции должно быть осуществлено 22 мая. Ну и, соответственно, в районах республики это будет 23 мая. Кстати, 25 мая первые госэкзамены по географии и литературе. Готовятся к ним не только ребята. К выпускной школьной кампании готовятся и организаторы экзаменов. В пункты сдачи ЕГЭ по всей республике уже начали завозить рамки металлоискателей, тестировать работу видеокамер. В Игринской школе номер 4 к выпускным экзаменам уже готовы. Вероника Ваулина в этом увиделась. Металлоискатель не проведешь. Аппарат чувствительный. На телефон реагируют точно. В школе номер 4 поселка Игра уже установили такую рамку. Именно на базе этой школы будут сдавать ЕГЭ ученики Игринского района. В этом году Министерство образования и наукорудмургской республики оснастило все пункты проведения ЕГЭ стационарными металлоискателями, которые будут установлены на входе. Его можно увидеть. В прошлом году их не было, поэтому работали с помощью ручных скамер. Сейчас 11-классники усердно готовятся. В этом кабинете будут проводить экзамен. Он также, как еще в 16 аудитории школы, оснащен видеокамерами. В каждом классе по две. Волнение у ребят и учителей, конечно, есть. Оптимизма добавляет мысль, что стены родные. Это очень хорошо. Мы уже привыкли к своей школе. Как бы столько лет уже занимаемся. И поэтому, в общем, комфортно себя чувствуем. Надеемся, что напишем хорошо. Я в прошлом году выпускала, у нас были хорошие результаты. Это сколько баллов? А пять девочек написали на 90 баллов. И остальные, самый минимальный балл был 72, по-моему. Остальные выше. В Игринском районе в этом году ЕГЭ будут сдавать 178 выпускников. Довольно-таки хорошая такая подготовительная работа ведется и педагогами, и ответственными в своих школах, которые отвечают за государственную туговую аттестацию. Психологическая подготовка ведется. Также работа проводилась с родителями на родительских собраниях, на классных часах. Первый единый государственный экзамен в этом году пройдет уже 25 мая. Выпускники будут сдавать географию и литературу. Вероника Ваулина, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». Очереди в дома престарелых и психоневрологические интернаты должны быть ликвидированы к 2018 году. Такую задачу перед регионами поставил премьер российского правительства. В Удмуртии сегодня в очереди на получение коек в стационарах стоит 104 человека. Накануне Александр Соловев встретился с главврачами психоневрологических интернатов. Один из них в Нагорном. Там обсуждался вопрос о строительстве нового жилого корпуса для пациентов. Сегодня с инвесторами мы разговариваем. Вот на этой прямо территории построили двухэтажное хорошее новое здание, в котором будет размещено 100 человек. Я думаю, что без всяких сомнений, что мы к 2018 году все выполним. Кроме того, 50 человек будут обеспечены местами в дома престарелых и психоневрологические интернаты уже в этом году. В Министерство соцзащиты были переданы два здания в Игринском и Алнашском районах. Сейчас в них проводятся ремонтные работы по приспособлению помещений для проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Мужской монастырь на Каме становится местом притяжения не только верующих, но и туристов. Храм Тихвинской иконы Божьей Матери стоит там, где когда-то было село Поздиры. До нас дошли только легенды о нем. Например, как в село однажды по Каме приплыли иконы. Где они сейчас и почему люди монастырский источник считают чудотворным, расскажем. Снежка у нас хорошая, у нас нежечка у нас хорошая. Коровка, две козы у нас, куры, две собачки. Корову-снежу монахам подарили сестры Серафимского женского монастыря в Норье. Обустраивать монастырь в Поздирах монахи начали в 2005 году. Сегодня на берегу Камы уже выстроен деревянный приход в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. И место здесь действительно чудотворное, поясняет настоятель прихода. Еще до революции тут стоял храм, построенный в 1795 году. На этом историческом месте, где приплыли старые чудотворные иконы, которые находятся сейчас в храме в Перевозном, они сюда где-то в этом районе как раз приплыли, они в этом храме стояли. И сюда был поток со всего региона, не только из региона, но и из России. Люди сюда приезжали на поклонения, на праздники в честь вот этих икон, просили помощи и получали. В 1923 году церковь сгорела, но приплывшие по Каме чудотворные иконы удалось спасти. Сегодня они находятся в Перевозном, в Вознесенском храме. Поклониться святыням приходят не только верующие, но и просто любопытствующие. В селе пять лет назад решили даже разработать туристический маршрут – чудотворное село Перевозное на родине Петра Чайковского. У нас круглогодичные туристы. Летом особенно много, потому что ходят теплоходы из города Чайковского. К нам приезжает с теплоходов очень много туристов. То есть, получается, приезжают со всей России. Туристам показывают различные народные обряды, а в мужской монастырь в Поздеры гости едут по желанию, добавляет директор сельского дома культуры. Сами же монахи рассказывают, людей здесь всегда бывает много. Много притягивает удивительная природа Камского берега, новый приход и чудотворный родник. Очень много людей приезжает сейчас, именно приезжают ради источника, ради того, чтобы набрать здесь воды, ради того, чтобы укунуться в этом источнике. Женщины приезжают, я не знаю, откуда они правда ездят, но они даже три раза за день приезжают, чтобы искупаться. И еще одна удивительная реликвия хранится здесь. Гостям ее показывают очень редко, лишь тем, кто пожелает забраться на колокольню. Здесь есть осколок старинного колокола, того самого, что был на первом храме в Поздерах. Во время пожара колокол упал и разбился на мелкие частички. Один осколок нашли черные копатели, но грешить не стали и к большой радости монахов отдали им эту святыню. У поклонников легендарного комплекса «Готов к труду и обороне» сегодня знаковый день. В России стартовала единая декада ГТО, своеобразный флешмоб, который должен показать всем, сдавать спортивные нормативы это полезно и увлекательно. Главные действующие лица акции – школьники. В Ижевск сегодня они проходили тесты в школе номер 100. Репортаж Дмитрия Вороновнина. Честь открыть единую декаду ГТО в Ижевске выпала этим пятиклассникам из Ленинского района. Ученики сразу шести школ собрались в спортзале «Сотки», где организаторы в соответствии с официальным регламентом установили четыре сектора для прыжков в длину, подтягиваний, отжиманий и работы с прессом. И закипело. Самые первые стрелявшиеся с гордостью рассказывали об успехах. Прыжок 145, а отжимания пока не сдавала. Пресс 36 раз. Это хорошо для тебя? Да. Уже посмотрела по нормативам. Это какой будет значок? Это серебряный. А хочешь золотой? Да, хотелось бы. Ну что для этого нужно будет? Наверное, тренироваться, силы там. Организаторы тестов в «Соткой школе» уже подвели предварительные итоги. Из 400 школьников, пришедших сегодня в спортзал, примерно 70% готовы к серебряному значку ГТО. Но это пока только тесты, очень важные с психологической точки зрения. Есть ребята, которые успешно сдали сегодня тесты. Есть те, которым не хватило чуть-чуть. Но я думаю, что самое главное, что сегодня они прочувствовали, что им не хватает на будущее, к чему нужно готовиться, стремиться. Но есть у декады ГТО и официальная задача – отобрать в каждом регионе России по 8 лучших школьников. Тех, кто в августе в Белгороде будет представлять свои субъекты на национальном летнем фестивале ГТО. Результаты, они будут из секунд, метров, будут переведены в систему подсчета очков, баллов. И спортсмен, который, ну, школьник, наберет наибольшее количество баллов, в дальнейшем он будет представлять Удмуртскую республику на соревнованиях. Декады ГТО в Удмуртии, как и во всей России, продлится до 25 мая. В ней примут участие все школьники 11-15 лет. Дмитрий Вороновнин, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». На этом у нас все. Удачных вам выходных. До свидания. Продолжение следует...